Всем доброе утро! С вами Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить сегодня?». Напомню, что вчера уровень активности на глобальных рынках был немного меньше стандартного за счет того, что торги в Соединенных Штатах не проводились. Американцы праздновали день Мартина Лютера Кинга. Сейчас фьючерсы на американский индекс торгуются. Торгуются они с небольшим понижением. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P500 теряет около 0,4%. Азиатские рынки в основном тоже находятся под давлением. За исключением континентального Китая индекс Шанхайской биржи, напротив, растет на половину процента примерно. При этом другие рынки все-таки снижаются. Индекс биржи Гонконга теряет около половины процента. Индекс Южно-Корейской биржи снижается ровно на процент. Основные события, конечно, разворачиваются вокруг инфляции. И здесь очень важно то, что сегодня заявил Банк Японии. Почему это важно? Потому что, напомню, что когда-то, давно, несколько лет назад, есть такое местечко Джексон Холл в американском штате Вайоминге. Вайоминг местечко курортное. И в нем в конце августа традиционно собираются центральные банкиры. Так вот, когда-то господин Курода, бывший в то время главой Банка Японии, заявил, ну, мы же знаем, что температура может быть как положительной, так и отрицательной. Ну, вот как у нас сейчас, да, за окном. Ну, и, соответственно, почему уровень процентных ставок не может двигаться вниз, настолько же, насколько он может двигаться наверх. Это прямо вот было фундаментальное заявление. Вот сегодняшний комментарий Банка Японии, ну, наверное, не такие фундаментальные. Но все-таки, то есть, впервые тоже за очень длительный период времени Банк Японии признал, да, что инфляция может не только вниз двигаться, да, вот в противовес предыдущему заявлению господины Куроды, но и вверх инфляция может расти и быть высокой. Пока не изменил денежно-кредитную политику Банк Японии, но мы видим, что разговоры о том, насколько много раз в текущем году Соединенные Штаты могут поднять процентные ставки, они уже двигают наверх эти самые процентные ставки. Так что это главная история для международных рынков. Ну, что для рынка российского? Понятно, что все-таки основные события, тем более для отечественного инвестора, продолжают происходить у нас в России. Несмотря на вот такое поведение цен на сырьевые товары и прежде всего цен на нефть, мы видим, что российский фондовый рынок остается под давлением. Напомню, вчера индекс РТС еще снизился, правда, пока новых минимумов по сравнению с тем, что мы видели в пятницу, мы еще не видим. Фьючерс на индекс РТС сейчас вот с утра снижается на процент в противовес, опять же, тому, что мы видели вчера утром или позавчера. И понятно, что виной всему геополитика. Насколько это все серьезно? Предлагаю обсудить эту ситуацию с нашим экспертом. У нас на связи Константин Бушую, управляющий активами фонда глобальных инвестиций. Константин, доброе утро. Доброе утро. Но вот насколько все серьезно? Мы с вами сейчас видим значение индекса РТС 1460 пунктов. То есть, по сути, мы вернулись туда, где были даже чуть больше, чем год назад. Нефть при этом 88 долларов без малого торгуется. Другие мировые рынки тоже выглядят гораздо сильнее, чем наш рынок. Так вот, наверное, ключевой вопрос такой. Насколько серьезно то, что происходит у нас? И есть ли отсюда какой-то заметный потенциал снижения для российского на рынке? И что в данный момент, на ваш взгляд, перевешивает все-таки риски или возможности? Ну, на мой взгляд, на российском рынке то, что мы видим давление, оно идет, конечно, в первую очередь через кредитные спреды, через отношение именно рисковое к процентным инструментам. Из-за того, что еще, как и в других развивающихся странах в России, по-прежнему сохраняется высокая инфляция. Допустим, до этого мы видели, что было давление в Бразилии, в Южной Африке, на других некоторых развивающихся рынках. Сейчас, фактически, говорилось в последние дни о том, что стоимость страховки от дефолта пятилетней по России CDS взлетела до 200 долларов. Но, по сути, сейчас она уже дошла до уровней как раз Южной Африки, до уровней Бразилии. Это уже некоторая такая неэффективность. Кроме того, конечно, давление продолжается со стороны рубля. То есть, интервенции Минфина, о которых, в принципе, мало говорят. Между тем, они сейчас, в конце января, в начале февраля будут составлять рекордные, более чем 36 миллиардов рублей в день, будет скупать Минфин валюту. Это тоже большое давление на рубль. То есть, нефть – это позитивный фактор, но кредитные спреды, которые в том числе диктуются отчасти геополитикой и в моменте слабой рубль из-за интервенций дополнительных, это как раз то, что на российский рынок давит. Но в то же время надо понимать, что это получается, что как некоторая такая пружина, которая зажимается потенциально. Если смотреть на фундаментальные перспективы российского рынка, то скорее здесь, если смотреть на полгода вперед, на год вперед, это, конечно же, большие возможности. Константин, прошу прощения, вот смотрите, вот это, на мой взгляд, ключевой фактор. Если мы говорим о том, что при горизонте полгода, а у нас это такой средний, даже, наверное, скорее краткосрочный, по крайней мере, для инвесторов, спекулянтов мы сейчас не берем, горизонт, то тогда получается, что это у нас большие возможности, правильно? И даже если рынок в моменте где-то уйдет ниже, причем, получается, практически неважно, насколько ниже, правильно, то, грубо говоря, есть те, кто спокойно покупают сейчас, и понятно, что в таких ситуациях все надо делать, что называется, в час по чайной ложке, то уже на горизонте в полгода, на ваш взгляд, эти инвесторы должны будут неплохо заработать. Ну, на мой взгляд, если брать наиболее сильные, фундаментально сильные российские акции, то, да, конечно, сейчас вот в моменте мы видим, что волатильность на рынке очень высокая, там, да, индекс опционной волатильности RBI выше 50 пунктов, то есть, поэтому инвесторы могут видеть какие-то внутренние дневные даже большие просадки, не говоря уже о нескольких днях, но на горизонте, там, скажем, с упором в июль, там, и выше, наиболее фундаментально интересная акция – это то, что будет представить интерес. А такой вопрос, Константин, смотрите, вы сказали, упомянули Минфин, да, я согласен с вами абсолютно, что это действительно очень важная история. То есть, получается, что в текущих условиях, да, несмотря на вот то, что происходит на нашем рынке, Минфин не просто продолжает, да, покупать валюту, да, но он еще и увеличивает эти объемы. Не значит ли, что Минфин, а мы уже знаем, что они могут быть гибкими на самом деле, да, все-таки делает ставку на то, что вот эта геополитическая история, она все-таки задержится, и она не будет такой краткосрочной? Ну, на мой взгляд, здесь можно только предполагать, я говорю, Минфин, на месте Минфина я, скорее, делал бы приблизительно то же самое. То есть, фактически, для Минфина важно, чтобы было размещение нормального госдолга, для этого нужно, чтобы сохранялся фактор, ну, то есть, компонент нерезидентского спроса, и фактически, за счет увеличения интервенции, давления на рубль, ну, многие нерезиденты, можно так сказать, в кавычках сказать, запираются, да, то есть, им говорят, если вы хотите, то выходите вот по такому невыгодному курсу. А для новых инвесторов зарубежных, наоборот, как раз этот заниженный курс рубля является дополнительной возможностью для входа в УФЗ. Но пока мы особенного входа не видим, напротив, мы видим, что, собственно, к УФЗ присоединились, вот буквально, причем, в конце прошлой недели, когда мы видели резкое, да, ускорение роста стоимости страховки от дефолта нашей страны, мы как раз-таки увидели и то, что появилось давление на рынок внешнего долга, то есть на еврооблигации. А вот коротко, если резюмировать, да, то получается, что сейчас нужно выбирать интересные компании и где-то там аккуратно их покупать. Правильно я вас понимаю? Да, на мой взгляд, если кто-то сейчас опасается, допустим, слабости рубля, опасается санкций против российского банка, сектора, то есть надежные бумаги нефтегазового сектора российского, «Газпром», «Лукоил», также там «Татнефть» — это те бумаги, которые за последние дни мы увидели, что... А банки, если коротко, интересно или все-таки здесь вот еще возможно продолжение вот этого падения? Банки интересно, Сбербанк, ВТБ даже в большей степени, но страхи на рынке сохраняются. Ну, страхи — это мы с вами видим, как говорится, страшно покупай, классика жанра, да, вопрос когда. Спасибо огромное, Константин Бушуев, управляющий активами Фонда глобальных инвестиций, был у нас на связи. С вами был Владимир Левченко. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!